Новый поворот случаев на бульваре Мира. В ночь с 22 на 23 июня в Караганде автомобиль марки Mercedes-Benz врезался в здание ресторана и загорелся. По данному ДТП в настоящее время идет следствие. При этом адвокат одной из сторон уверен, что невиновные могут понести наказание. Подробнее Ирина Вобещевич. Ты видела себя? Я там внутри, мы сидим, випе, и такой взрослый. Две недели назад мы рассказывали о произошедшем на бульваре Мира дорожно-транспортном происшествии, в котором, к счастью, никто не пострадал. Машина, как заявляли очевидцы, вылетела на обочину и врезалась в строение в метре от летней террасы ресторана. Машина сгорела, люди живы. Вот так вот пацаны гоняют сеглы. Бордюры все повыбивал. Я не брю чуть не снял. Разбирательство по данному делу приняло неожиданный оборот. Виновником произошедшего, по мнению адвоката, могут сделать его подзащитного, который в этот момент выезжал со стороны театра имени Станиславского на внедорожнике и следовал впереди попутно движущегося того самого Мерседеса, причем в крайне левом ряду. Уверенно могу сказать, как адвокат, как защитник его, что причина в данном случае, причина следственной связи в этой истории, это в действиях водителя, который превысил скорость, значительно превысил скорость. Сюда выезжали органы полиции, они составляли схему, но каким-то образом почему-то в схеме отсутствует след торможения. Только по следу торможения можно определить скорость движения. Тем не менее, нами заявлено ходатайс, который 10 дней в производстве и ничего по нему не было сделано. Адвокат запросил видео с камер наблюдения, на котором видно, что Мерседес движется с большой скоростью. Однако доказать, превышала ли эта скорость допустимую, можно только проведя видеографическую экспертизу в Алматы. В противном случае это видео бесполезно. В настоящее время 18-летний водитель Мерседеса настаивает на своей невиновности и говорит, что не превышал скорость, а в причинах аварии обвиняет водителя внедорожника. Ну я ехал километров 60, подъезжаю уже к антрикоту, я получается вижу, что две машины были со второсипенной. Первая машина в первый ряд встала, а вторая машина начала в мой ряд сразу уходить, без поворотника, без ничего. И я получается понял, что сейчас будет столкновение, я ему в заднее колесо уже ударился, и там я уже с управлением не справился. Врезался сначала в бордюр, подушки у меня сработали, я сознание потерял, и поэтому я даже затормозить успел. Мы хотим в суду добиться, чтобы его вину признали. Водителю внедорожника не повезло оказаться именно в то время на том перекрестке. По мнению адвоката, превышение скорости водителя Мерседеса не учитывают, даже не зафиксирован тормозной путь в схеме ДТП. Так что помимо лишения прав, его могут впоследствии обязать выплачивать стоимость новенького Мерседеса. Хотелось бы отметить, что на данном участке фактически отсутствуют какие-либо знаки, ограничивающие скорость. Я уверен, могу сказать, что именно в этом смысле есть пробелы в организации дорожного движения, и по сути это и есть причины и условия, которые способствуют таким эпизодам. И действительно, мы прошли по левой стороне бульвара Мира, если двигаться от центра. И на всем протяжении отсутствуют знаки, ограничивающие скорость. А ведь раньше тут был знак 40 километров. О том, что ограничивающие знаки на бульваре Мира необходимы, давно говорят жители. Тут отличная дорога и с наступлением сумерек лихачи отрываются по полной программе из-за отсутствия контроля. Нередко сбивают домашних животных и случаются наезды на людей. Живущим в соседних домах нет покоя от рева машин. Я хочу сказать, что ночью здесь начинается ралли. Здесь страшно. Во-первых, ревут моторы, не заснешь. Во-вторых, скрипят проворачивающиеся колеса, когда они трогают с места, когда они тормозят. Плюс мотоциклисты, плюс... То есть, по большому счету, здесь становится очень опасно. Очень опасно выходить на дорогу. Я как водитель. Ни одного знака ограничителя скорости нет на бульваре Мира. Здесь стало очень опасно жить. С той стороны живу, где гастроном. Там вообще ад. Здесь, конечно, не могу вам сказать, конец, это же движение. А там невозможно спать всю ночь. Конечно, пожилые мы не спим. Молодые приходят, уставшие спят. А я тоже ночами не сплю. Два-три часа – это мой бой. Это весь шум, весь этот ужас. Площадь напротив супермаркета «Халык» в вечернее время давно превратилась в полигон для дрифт-шоу. Здесь нет ограничивающих знаков, и молодежь, пользуясь лояльностью со стороны дорожных полицейских, собирается для того, чтобы устроить своим железным коням испытания по полной. Не выдерживают ни покрышки, ни разметка на дороге. Как видим, под колесами плавится даже асфальт. А в это время жители не находят себе места в собственных квартирах. Дети подскакивают, понимаете, просыпаются дети от того, что вот такой шум. Окно открыть невозможно, потому что такой шум, а при такой духоте. Как спать?